Хоба! Привет! С вами доктор Влад, у нас минус 15 и я продолжаю рассказывать о новостях. Вот вы знаете, я утром, когда включаю компьютер, да, я смотрю, я как бы выхожу на информационное поле и смотрю, что там есть, да, общее впечатление. И вот сегодня общее впечатление, что в новостях очень мало, вот всё время повторю, повторю, всё одно и то же. Но в соцсетях, мама родная, бурлят в соцсети. Ну вот вы поймёте. У меня сегодня больше половины из того, что я себе выделил из Твиттера, но и из соцсетей других. Вот эта новость интересная. Байден предложил лишить Трампа доступа к секретной информации. Оказывается, президенты даже после отставки имеют доступ к секретной информации. И вот, значит, Байден считает, что для Трампа нет нужды проводить секретные брифинги. В чём ценность проведения для него секретных брифингов, это его слова. Какое это будет иметь влияние, если только он не проговорится и не скажет что-нибудь. Глава Белого дома указал на «неуравновешенное» поведение своего предшественника. Вот так вот. Ну, я вам уже рассказывал давно, что когда был Трамп президент, то многие вот в секретных каких-то отделах просто волосы на себя рвали, что вот этому придурку приходится рассказывать какие-то тайны государственной важности. Глава РФПИ заявил о возможности проявить всех желающих в России до лета. Ну, при таком количестве желающих можно и до весны проявить. Никто не хочет идти. Да. Россия фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят. Ага, которые захотят. Здесь ключевое слово, выражение вернее. В России за сутки выявили 16 627 случаев коронавируса. Ну, так вот где-то ползают вокруг 16, ребят. Да ну, конечно, врут. Но примерно можно знать, что и как. Силуанов заявил об успешном преодолении экономикой России последствий коронакризиса. О, как! Так, а вот в Америке власти США признали плачевное состояние экономики. Вот это да. В Америке всё плохо, а в России всё хорошо. Да, вот только кушать что будем, да? В Москве с начала зимнего сезона выпало почти 70% годовой нормы снега. Ну, а в общем, а что тут страшного? Сезон начался ещё в декабре, сейчас февраль. Самым снежным стал январь, выпало 56 сантиметров осадков. Дофига, скажем, да. В США заявили о неспособности России создать МиГ-41. Ну, вот в общем, американцы начинают понимать, что вот все эти декларации России, что мы создаём это, мы создадим это, мы улетим на Марс, на Венеру. Всё, это просто трёп, ребята, просто трёп. Дацик устроил массовую драку в Москве и схватил оппонента за горло. Какой-то дацик, а опять российский боец смешанного типа. Ну, дарались бы у себя на ринге, нет, вот он где-то на улице подрался. А, на пресс-конференции. Ёлы-палы. Дебилы они, дебилы, понимаете. Взрыв прогремел в жилом здании в Бордо на юго-западе Франции. Это эхо Москвы. Прибыли пожарные расчёты, городская полиция, но пока не ясно, что там было. Создатели российской вакцины «Спутник В» могут номинировать на Нобелевскую премию. Пшшш, нужны они там. По всей стране проходит флешмоб в поддержку президента России. Ну, на Урале сняли один. Вот сколько им заплатили, интересно. Ой, за Путина, за Путин. Несколько тысяч человек выстрелились перед главным корпусом компании в гигантскую надпись «Путин наш президент». Ну, вот Екатеринбург, да, вот больше ничего. И власти уже объяснили законность флешмоба в Екатеринбурге во время пандемии. Да, всё объяснили. Популярные пляжи Бали утонули в мусоре. Ребят, вот мусора много. Много мусора. Штормы вымывают мусор из океана на берег. Ежедневно с пляжей вывозится от 30 до 60 тонн пластика и других отходов. Но в этом году ситуация ещё хуже. Ой-ё-ё-ё. А знаете почему? А некому убирать пандемия. Вообще мрак. Ужас, вон с мешками, какие-то добровольцы. Кошмар. На таком пляже купаться, да? Оценена вероятность третьей волны коронавируса в России весной. Да будет, ребята, будет обязательно. И третья волна, и пятая. И, в общем, от этого коронавируса не избавится. От слов совсем. Американские СМИ о Навальном. Ну, видимо, американец пишет. Ребят, ну вот интересно, да? Вот он начинает. Освещают ли американские СМИ тему его отравления, ареста и акций в поддержку и так далее. Смысл в том, что Америка, я уже об этом много раз говорил, вот по телевизору, только про Америку. Редко-редко, если что-то случилось, там, землетрясение, там, или что-то в этом роде, да? Вот когда над Украиной сбили вот этот Боинг, это прям чуть ли не в прямом эфире всё передавали. Вот, все вот эти, помните, разговоры, птичку сбили, это всё было, да? Да, вот, ну вот, а Навального тоже очень много. И знаете, в связи с Путиным, то есть вот даже в заголовках, враг Путина, там, да, или что-то такое ещё в этом роде, очень-очень много. Да, враг Путина Алексей Навальный. Не лидер оппозиции, а именно вот враг Путина, понимаете? Ну, Путин-то знают, конечно. Да, много, на самом деле, много информации идёт про Навального. Он там прям какой-то, ну, там, в смысле, в СМИ, революционер настоящий в России. Офицера Росгвардии приговорили к условному сроку за кражу горюче-смазочных материалов. Надо лицемиронов мужик выкрыл, а? Ой, его списывал авиационное топливо. А откуда в Росгвардии вообще авиации? Там уже авиация есть, что ли? Какой-то кошмар. Непонятная организация совершенно Росгвардии. Клиенты ушли в отказ, число покупок в магазинах рухнуло. Россияне сократили число покупок на 40% в 2020 году на фоне пандемии. Посчитали. Опа. Россияне резко сократили потребительскую активность. Ну, денег-то нету. Подросток прилетел зайцем в отсеки для шасси и выжил. Ну, помните, как Шварценеггер там тоже в отсеке для шасси летел? Вот. А этот 16-летний мальчик прилетел в отсеки для шасси грузового самолета из Великобритании в Нидерланды. Ему удалось выжить, несмотря на негерметичность отсека и низкую температуру на высоте. Тяжелое состояние из-за переохлаждения обнаружили в аэропорту. Ребята, а знаете, сколько погибает? Да. Эксперты отмечают, что большая часть беспилетных пассажиров, пытающихся прилететь в отсеках для шасси или неотапливаемых грузовых отсеках, погибают в полете от переохлаждения и недостатка кислорода. Многие летают, кстати. Какой-то вот сайт интересный, СВ Пресса. Россияне пожаловались на похолодание в квартирах до минус 11 градусов. Это жители города Тамут, Алданского района Якутии. Ну, там холодина, Алдан – это самый холод, да? Ну, в квартирах до минус 11. Офигеть. Ветхое жилье какое-то, да. А, при этом граждане рассказали, что данный дом был построен пять лет назад в рамках программы по переселению граждан из ветхого жилья. Было ветхое, их переселили вот в этот новый дом, и вот такие дела. На подоконниках, значит, температура достигает минус 17 градусов. Да. Опрос. В гороскопы верят 71% россиян. Я тоже читаю. Мне интересно иногда. Иногда совпадает. Да, ну ладно. Почему многие женщины ненавидят хороших парней? Сами выбирают непонятно кого, а потом жалуются на жизнь. Это Яндекс Дзен. Вот интересно. Тут один парень провел, ну, в общем, эксперимент, да. Девушкам, ну, на сайтах знакомств писал. Некоторые вот, ну, кому-то он писал очень уважительно, там, туда-сюда. Да, а другим хамил. И вот те, кому он хамил, отвечают там в 15 раз чаще. Представляете, да? Почему так? Ну, почему? Странно, да. Девчонки выбирают именно вот таких вот. Да, и вот тут еще очень интересный комментарий. Недавно в сети мелькала информация о проведении психологами эксперимент на данную тему. Были привлечены женщины за 30 с проблемами в личной жизни, брошенной с детьми и т.д. Значит, и мужчин, да, подбирали двух типов. Большинство составляли мужчины с хорошей работой, со стабильной многолетней семейной жизнью, наличием детей. Так, и в эту группу было введено несколько мужиков в перекати-поле, которые неоднократно заводили романы, бросали женщин с детьми и даже имели судимости. После общения женщинам было предложено рассказать о том, кто из мужчин им понравился и с кем они были бы не против продолжить общение. Так вот, все брошенки безошибочно выбрали подонков, ну, в кавычках, конечно, подонков. То есть, их на уровне инстинкта тянет к таким мужчинам, и предыдущий опыт их ничему не научил. А-а-а, чем меньше женщину мы любим, да, помните, Пушкин. А, вот интересно тоже, звери-синоптики. Американский сурок и уральская белка предсказали затяжную зиму. Ну да, американский сурок предсказал затяжную зиму, ну, причем здесь белка. А белку, знаете, как сделали? Животное запустили в загон, ну, белку, куда поставили две мести с орешками. Грызун выбрал ту, где был спрятан флажок с надписью «Поздняя весна». Да, ребята, февраль еще покажет свой суровый характер. Ну, еще марта впереди. Я уже кому-то тут ответил, есть такая поговорка. Пришел марток, надевай стопорток. Так, и твиттер, пошел твиттер, очень много твиттера. Суд Санкт-Петербурга, знаете, кто пишет? Алексей Венедиктов, ну, Веник, да, с эхо Москвы. Суд Санкт-Петербурга признал глухонемого виновным и установил, что он выкрикивал лозунги во время протестов, назначил штраф 5000 рублей. И это не шутка. Глухонемой. Ох ты, ёлы-палы. А Евгений Ройзман комментирует. Там еще без ноги выкрикивал, но он от них убежал. Ой, ёлку. Единственный дед, которого оскорбил Навальный, прячется в бункере, строит себе дворцы и подло мстит за унижение. Да. Навальный, видите, ветерана оскорбил. Это профессор Преображенский пишет. А государство, которое не дало ветерану даже пятой части германской пенсии, его не оскорбило. Да. А почему заседание о торговле дедушкой проходит в Бабушкинском суде? Ммм. МИД Швеции заявил, что высылаемый из России сотрудник Петербургского генконсульства не участвовал в несанкционированном митинге. Он находился на деловой встрече и вышел на улицу в туалет, где и был задержан полицией. Вышел на улицу в туалет? Ну, как-то странно. За уголок с крылечка, да? Так, в самом начале своей речи Байден очень точно определил вызовы, брошенные США. Амбиции Китая и решимость России напортить нам. Соперничать или напортить в этом разнице между китайской цивилизацией и путинской дзюдохерей. Это Андрей Пианковский пишет. Ну, правда, у него тут неприличные слова, но я перевел. Вот так. Да, Китай стремится соперничать, а Россия просто хочет нагадить. Правильно. Байден вообще грамотный мужик, ребята. Как же Навальный всех возит по столу в этом издевательском процессе по кривите. Сколько же у него сил. Поразительно. И ведь знает, чем закончится, но все равно возит. И теперь, когда Навальный в очередной раз поймал свидетеля на лжи, прокурор просит отложить разбирательство. Да. Во Роскомнадзор попал. Чтобы был законным цепрет на матерные слова в интернете, он должен теперь опубликовать список всех этих слов на своем сайте в интернете. Ох, ребята. Дети становятся продвинутее меня. Сейчас показали мне ролик Навального, где он предлагает сделать пенсию ветеранам не меньше, чем в побежденных странах. Этот ролик никогда не покажут в Ате. Да, ребята. Росгвардия потратит более 215 миллионов рублей на новые бронежилеты. А что случилось со старыми? Разрушились из-за попадания бумажных стаканчиков и снежков? Ух ты! Гаврила – патриот России. Гаврила дедом торговал. Это тот парень с книгом Гавриляда. Вот он всё время что-то такое, комментарий, в смысле, ну, используя вот этот вот мем Гаврила. Да, дедом торговал. А вот ещё раз суд Санкт-Петербурга признал глухонемого чувака виновным и назначил штраф 5000 рублей. Глухонемой кричал – Путин вор. Это не шутка, ребята. Ух ты! Да, тот неловкий момент, когда глухонемой прокричал на митинге то, что 99% людей в стране боятся произнести у себя дома на кухне даже шёпотом. Офидеть! Глухонемого закричи, а! О! В центре Санкт-Петербурга появился памятник к золотому ёршику. Плачу и смеюсь. Да, вот какой-то чел стоит, и у него в руках вот такой ёршик. Ну, из жёлтого, из чего-то. Ну, золотого, да. Да. Что-то за последний месяц я принял слишком большую дозу России. Парень пишет. Да, ребята, да. Ах-ах-ах. Я больше не вывожу читать трансляцию суда Алексея. Это просто сумасшедший дом. Привок в лицо всем, кто изучает право в России. Ничего, кроме злости, этот цирк не вызывает. Да, правильно. А, вот интересно, всем, кто подписался на Лию Ахаджакову, это фейковый аккаунт. Я сейчас позвонил её помощнику, он сказал, что они не имеют к этому никакого отношения. Ну, странно, да? У экс-замминистра энергетики Тихонова, обвиняемого в хищении более 700 миллионов рублей, нашли. Дом в Финляндии с собственным пляжем, квартиру в Монако, бар в Швейцарии. Но власть менять не надо, вдруг новое воровать будет. И опять суд оштрафовал немого жителя Санкт-Петербурга из-за акции 31 января. Полицейские заявили, что он выкрикивал лозунги. Полицейские зачем-то продолжают выставлять себя долбодятлами. Послушайте, по всем федеральным и нефедеральным каналам Навальный, Навальный, Навальный. Ругают, разумеется, но ведь ещё недавно даже представить себе было невозможно, что прозвучит его фамилия в любом контексте. Теперь только о нём и говорят. Информационная блокада прорвана. Вот интересно как, а? Так, один дед пользуется другим дедом, чтобы засудить Навального. Страна дедов, блин. Там, где я говорю блин, ну вы понимаете, что там, да? А помните, сколько ветеранов замёрзло насмерть в своих неотапливаемых квартирах за 20 лет вставания с колен? А сколько уголовных дел было по этому поводу? Или оскорблённый ветеран – это другое? Да, ребята, да. Путинские халуи – странные люди. Это Евгений Ройзман. Каждый раз Навальный в очной полемике возит их мордой по столу и на глазах всего мирового сообщества, но они опять, вновь и вновь, утерев сопли, заходят с ним в открытую полемику. Дебилам главное не мешать. О, тётя Роза пишет. Не была поклонницей Навального, но чувствую, постепенно становлюсь его ярой фанаткой. И в основном благодаря умелому пиару Путина. Ребят, у меня тоже к Навальному меняется отношение. Меняется. Вот я про себя лично говорю. Так, Путин сделал всё, чтобы слова «победа над фашизмом» вызывали у нормальных людей рвотный рефлекс. Да, ребята. Ну, вот сколько, сколько можно. Сколько можно. Андрей Пятковский. Когда эти западные идиоты и прочие тут Керри и прочие Макроны поймут, что, наконец, что Путлер со своим Риббентропом приглашают их в Москву с одной целью – поставить в позу и надругаться над ними в прямом эфире с особым цинизмом. Да, ребята, вот чё они едут в Россию? Зачем? С какой целью? Непонятно. Так, с ветераном они полностью провалились. Теперь взяли себе неделю и будут всё дело переписывать. Да, ребят, ну, там плохо. Навальный свидетелю. Скажите, что бы сделали белорусские партизаны с теми, кто украл их пенсии и построил на них дворец? Прокурор, я протестую. Да, судья снял этот вопрос. Да. Рустам Адагамов на Твиттере. Интересно окончание заседания Бабушкинского суда. Навальный прижал внука ветерана к стенке, обвинив его во лжи. И прокурор Фролова, та самая со странной мимикой, в панике попросила отложить заседание, которое теперь состоится аж 12 февраля. Лёха сегодня победил. Надо посмотреть, что там за странная мимика у прокурора Фроловой. И всё, ребята. Почему все так удивились поступку Игоря Колесникова, ну, внука ветерана? Страна годами ходит на парад, надев дедов на палку. А Колесников просто не стал ждать смерти деда ветерана и таскает его прям так. Да, ребята? Вот такая обстановка. Я говорю, в основном Навальный, 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 Навальный. Вот. А так вот новостей, ну, не так уж и много. Всего хорошего. До обеда. Посмотрим, что будет в обед. Продолжение следует...